Я собиралась начать свой день и заниматься своими делами, когда стала жертвой одного из самых ужасных поступков. Привет! Я Эмили, и я хочу, чтобы весь мир знал, что моя сестра-блогер спятила. С самого детства моя сестра была моей единственной семьей. Также она была знаменитостью Ютуба, и это помогало ей оплачивать все наши счета. К сожалению, карьера блогера свела ее с ума. Все началось с того, когда она выбрала мне бровь во время моего сна. Очевидно, что она записала мою реакцию и выложила ее на Ютуб под как пранк. Конечно, я плакала, но моей сестру это не волновало. Спустя два дня она пришла ко мне с яркой улыбкой на лице. Сеструх, не злись на меня! Благодаря тебе у моего видео два миллиона просмотров! Я закатила глаза. Это должно было случиться один раз. Верно? Что ж, я сильно ошибалась. Ее зрителям понравилось смотреть на страдания людей, поэтому она начала снимать больше этих пранков. Чем больше я была несчастна, тем выше были просмотры, а ее пранки становились все хуже и хуже. Я всегда ожидала очередной пранк. Все это время мне было неспокойно. Однажды она добавила арахис в печенье и угостила меня для очередного пранка на Ютуб. У меня сильная аллергия на арахис, так что когда я проглотила ее печенье, я не могла дышать. В итоге меня срочно доставили в больницу, сражаясь за мою жизнь. Пока я была в больнице на восстановление, моя сестра пришла навестить меня. Я была дико на нее зла. Ведь я чуть не умерла из-за ее дурацкого пранка. О чем она думала? Когда она меня увидела, она расплакалась. Я не знала, как себя вести, когда она прикрыла нос платком и начала причитать свои извинения. Я не думала, что все станет настолько серьезным. Мне очень, очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Мне нужно было быть на грани смерти, чтобы она поняла, что зашла слишком далеко. После этого случая я думала, она остановится. Но на следующий же день она вылила мне тюбик васаби прямо в рот, когда я дремала. И это сильно ранило. Это была последняя капля. Меня достали ее тупые пранки. Так что я собрала вещи и ушла. Теперь я снимаю квартиру и работаю на полставки. Время от времени сестра присылает мне подарки и проведывает меня. И продолжает предлагать вернуться обратно. Думаю, она еще и бросила свою карьеру блогера. Возможно, когда я переехала, она наконец поняла, что зашла слишком далеко. Не знаю, полностью ли я простила свою сестру. И я не думаю переезжать обратно. Мне намного радостнее и спокойнее жить без нее. Не говоря уже о том, что я наслаждаюсь независимостью, которая у меня сейчас. А что думаете вы? Мне стоит простить сестру и вернуться обратно? Кажется, она сильно старается измениться в лучшую сторону. И она единственная присматривала за мной в детстве. Но мне очень нравится нынешняя жизнь.